Гонорея, сифилис, спид, холомидиоз, трихомониаз, герпес, вирус папиллома человека – это все инфекции, передающиеся половым путем. Ежегодно в Витебской области регистрируется более 15 тысяч случаев заражения. Последствия весьма печальны. Например, сифилис приводит к бесплодию патологии беременности и родов. Наиболее высокий уровень заболеваемости сифилисом зарегистрирован в Сенинском, Чашникском, Шумилинском, Городокском районе и Витебске. Но нарастает и новая проблема – генитальный герпес и папилломовирусные инфекции. Они особенно опасны из-за своего скрытого характера. Чаще всего в зоне риска оказываются люди в возрасте от 18 до 29 лет. Это наиболее сексуально активная группа. Среди основных причин – незащищенные сексуальные контакты, беспорядочные половые связи, употребление алкоголя. Но всего этого могло бы не быть. Несмотря на доступность информации о том, что такое инфекции, передающиеся половым путем, несмотря на доступность средств защиты, несмотря на активное развитие консультативной медицинской, анонимной медицинской помощи, избавиться полностью от этих инфекций пока не удалось. Кто в группе риска, куда обратиться за помощью и как избежать заболевания? Сегодня об этом мы расскажем. Здравствуйте, меня зовут Юлия Локтева. Добро пожаловать на программу «Живей здравствуй». Беларуси 15 февраля – это республиканский день профилактики инфекций, передаваемых половым путем. Именно об этой профилактике мы сегодня поговорим с главным врачом Висебского областного клинического центра дерматовенерологии и косметологии Виктором Ефимовичем Спиридоровым. Добрый день, Виктор Ефимович. Добрый день. Давайте начнем с того, что обозначим главные проблемы для дерматовенерологии, которые сегодня существуют, именно касательно инфекций, передающихся половым путем. Какие проблемы сегодня приходится решать вашему коллективу? Ну, учитывая важность и значимость этой проблемы, прежде всего, социальную значимость инфекций, передаваемых половым путем, проводится в республике единый день профилактики инфекций, передаваемых половым путем. Этих инфекций насчитывается 20 инфекций. Зарубежные ученые относят вообще 30 инфекций, которые передаются половым путем. Ну, почему же, в общем-то, она такая серьезная и значимая проблема. Ну, прежде всего, что она, я уже сказал, носит социальный характер. Я хочу подчеркнуть, что, значит, у нас в республике каждый четвертый-пятый брак бесплодный. И где-то в 65% причина этих бесплодных браков – это прежде всего вот инфекции, которые передаются половым путем. То есть, попадая в организм, инфекционный ангет вызывает, значит, вот воспалительные заболевания женской половой сферы или мужской половой сферы, которые приводят к спаечному процессу и в конечном итоге к нарушению репродуктивной функции человеческого организма. Ну, если применительно к нашей, вот, Витебской области, у нас где-то ежегодно регистрируется вот в прошлом году 63 тысячи браков, где-то примерно так. И если взять вот четвертую и пятую часть, то это где-то 13 тысяч браков, это приводит, вот, так сказать, к бесплодию. Поэтому, учитывая такую значимую важность проблемы, государственные проблемы, демографической безопасности, вот, и в республике мы проводим специальный день профилактики инфекции, которые преимущественно передаются половым путем. Ну, если сказать о эпид-ситуации в нашей, значит, Витебской области, в целом по республике, я хочу сказать, что она благоприятная. Отмечено снижение заболеваемости где-то на 36% по гонореи, по 18% по трихомониазу, 9% по хламидийной инфекции. Ну, в первую очередь к бесплодию приводят те инфекции, которые являются скрытыми, правильно? То есть люди, как правило, даже не подозревают, в чём их проблема. Совершенно верно, вы правы, Юль. Значит, проблема в чём заключается? Ну, есть, существуют классические такие венерические заболевания, вот, сифилис, гонорея, трихомониаз. Которые не заметить невозможно, правильно? Да, эти, так сказать, они, ну, имеют яркую клиническую проявление, и люди обычно после заражения, там, могут обращаться к нашим докторам и, значит, обследоваться, получать соответствующее лечение. Но вот в народе называют эти инфекции скрытые, которые, в общем-то, протекают без каких-то характерных симптомов. К ним относятся хламидийная инфекция, уреа, микоплазменная инфекция, герпетическая, вирус папиллом у человека, ну, и ряд других инфекций. То есть вообще никак или есть какие-то мелкие симптомы, на которые мы не обращаем внимания? Да, совершенно верно. Есть такие симптомы, которые, в общем-то, не обращают внимания, но если вот так вот заострить внимание наших пациентов, то если они, так сказать, проанализируют сложившуюся ситуацию, то можно, конечно, выявить эти первые симптомы. Ну да, к примеру, хламидийная инфекция проявляется через 10 дней после полового контакта, проявляются у мужчин, допустим, небольшие рези при мочеиспускании, выделения небольшие, дискомфорт в моче-половых путях. Ну, а у женщин, учитывая особенности анатомические, тоже может быть, тоже проявляться выделениями, рези при мочеиспускании, учащенным мочеиспусканием. То есть вот такие незначительные симптомы, может, пациенты связывают с простудным каким-то заболеванием. Ну, вот, не обращают на это внимание, а инфекция постепенно, так сказать, тлеет в органе, течёт и вызывает вот такие последствия, о которых мы говорили. Ну, у женщин это прежде всего воспалительные заболевания женской половой сферы, вот адноксиды, цервициты, которые, в конечном итоге, могут привести вот к нарушению репродуктивной функции женского организма. Так же, так и у мужчин, тоже воспалительные заболевания, восходящий путь может привести к воспалению предстательной железы, придатка в яичко, яичку, тоже приводить вот таким вот нарушению репродуктивной функции. Но если пациенты обращаются к врачу, ну, уже с имеющейся картиной заболевания, насколько эффективно сегодня лечение? Вы знаете, в общем-то, если своевременно выявить и начать лечение, то оно, конечно, всегда эффективное лечение, потому что у нас существует ряд таких современных препаратов, антибиотиков, да и ряд других иммунодуляторов, которые эффективно действуют и, значит, к хорошему положительному результату. Я бы хотел немножечко заострить внимание, значит, вот как доктор, который практикует, я сам веду приём в центре. Зачастую у нас больные обращаются уже на приём, когда, ну, где-то в интернете получили какую-то информацию. Ну да, сейчас в интернете, тем более, достаточно и очень разной информации. Да, вот мне приведу такой прием, пример, значит, пришёл пациент, значит, вот он поставил себе диагноз, говорит, у меня, вот доктор, сифилис, положите мне в больницу, назначьте мне лечение. Вот у меня такие симптомы и так далее. Ну, после осмотра посмотрел, что у неё, ну, была герпетическая инфекция, то есть на половых органах у неё появились такие вот пузырьки, как вот бывает при простудных заболеваниях, вот, и у неё назначили соответствующее лечение, и оно, конечно, было эффективно. Поэтому я просто прошу, обращаясь, вот, пользуясь такой случаем к нашему, значит, особенно молодому поколению, к нашему населению, чтобы не занимались самолечением, потому что, конечно, одно это дело почитать те симптомы, которые там описаны в интернете, лечение, а другое дело, когда специалист посмотрит и назначит соответствующее лечение. Когда нет каких-то явных симптомов, да, вот человек живёт, ну, к примеру, там, семья, да, вот, нужно ли им с какой-то регулярностью, может быть, приходить на консультацию к вашим специалистам? Мы так ставили вопрос, значит, даже когда при вступлении в брак, мы вот связывались с отделом ЗАГСа, чтобы при подаче заявления, значит, давали свои там визиточку, эквизиты нашего учреждения, чтобы всё-таки проверились вот состояние здоровья. Потому что уступая в брак, именно когда наступает беременность, и тогда вот начинают врачи, не экологи направлять, находим инфекцию, а лечение уже значительно сложнее проводить. То есть отличается лечение, если беременная женщина? Ну да, для беременных, конечно, отличается, поэтому, знаете, сложно вот тогда уже несколько сложнее лечить это, но мы лечим, всё равно результаты хорошие, но тем не менее, понимаете, попадая в организм, лекарственные препараты, они также попадают в организм, формирующиеся плода, ребёночка. Поэтому, конечно, мы советуем до, так сказать, планирования беременности обязательно пройти, значит, медицинский осмотр на вот эти, на скрытые инфекции. Ну и, конечно, вот мы считаем, что, конечно, если полигамность вот такая в половых контактах, в своём молодых людей, это, конечно, приводит к таким вот последствиям плачевным, которые влияют на репродуктивное здоровье. Рекомендуем, чтобы всё-таки молодые люди, ну, во-первых, избегали таких случайных половых контактов, использовали средства барьерной контрацепции, защиты от этих инфекций. Давайте посмотрим, как вообще, знают ли молодые люди что-то о скрытых инфекциях и о профилактике. Скажите, вы знаете инфекции, которые передаются половым путём? Можете их назвать? Ну, не только знаю, я ещё и обучаю им, студентов. Ну, хорошо, тогда перечислите самые основные. Ну, какие? Сифилис, гонорея, хламидиоз, микоплазмоз. Уреоплазмоз, микоплазмоз. Какое-то грани. ВИЧ-инфекция. Инфекции, которые передаются половым путём. Половым. Во время секса. Ну, я это не знаю. Спит вещь. Ну, получишь, думаю, если не будешь предохраняться, получишь сифилис, понятное дело, да? Ну, какие инфекции, безболи? Вот я у вас хочу узнать. Ну, например, сифилис. Слышали? Сифилис, да. Знаю, что есть сифилис. Гонорея. Гонорея, не знаю. ВИЧ. ВИЧ, тоже не знаю. Не знаете. Не знаете. Спит, знаю, да. ВИЧ. Гонорея. Герпес разный там. Папилломы, ну, такое вот. А как себя защитить от них? Пользоваться противозачаточными средствами, презервативами, барьерной контрацепцией. Ну, и, естественно, это правильный подход к выбору партнёра. Презервативы. Я считаю, что самое главное – это верность. А во-вторых, презерватив самая распространённая и доступная. А какой вирус? Да, от любого из тех, что я перечисляю. Ну, не знаю. Презерватив слышали, Каментаркос? Ну, да, слышал. Знаю, да. Ну, вот он помогает. Да, конечно, помогает. Мне кажется, такой информации полно в любом лечебном учреждении, полно санитарно-просветительных бюллетеней, да и в интернете, ради бога. Это всё прописано и широко известно. Школа. В школе рассказывали. Да. Сами узнали. Интересно, конечно же, чтобы сам человек был здоровый. Ну, вообще, средство массовой информации – это хорошее. В каждом транспорте можно просчитать во всех учреждениях. Весь литература, весь интернет. По-моему, сейчас узнать можно без проблем. Родители, школа, университет. Важно ваше здоровье или здоровье партнёра? И своё партнёра. Опрос касается инфекций, передающихся половым путём. Вот можете назвать? Ну, я думаю, что мне поздно. Моё мнение страшно. У меня восьмой десяток. Ничего себе, так и не скажешь. Прекрасно выглядите. Ну, не знаю. Это морозик, может быть. Всё дело в нём? Ну, серьёзно, вот если попробовать перечислить, вот, ну, можете ж назвать эти инфекции? Нет, я не могу. Я их, как называется, мою молодость, так, когда это актуально было. Эти проблемы практически не существовало. Ну, да, кто-то болел, там, гонорея или что-нибудь. Ну, это отдельно сегодня. Но и половой связи такой не было, как сейчас. Как себя защитить, как предохранить партнёра, чтобы как-то обезопаситься? Ну, мозги иметь, прежде всего. Пользоваться презервативами. В общем, мозги презервативами спасут. Спасут. Виктор Ефимович, помимо скрытых инфекций, по тем данным, которые вы предоставляли нам к передаче, меня заинтересовал тот факт, что увеличилось количество выявляемой сифилитической инфекции, что очень новая форма, которая очень скрыто протекает заболевания. Расскажите об этом поподробнее. У нас подъём инфекционной заболеваемости сифилиса начался в 95-м году. Максимальный её, так сказать, подъём был в 96-м году. Это в Витебской области именно, да? Да, это не только в Витебской области, но и в Республике, да. Значит, у нас тогда насчитывалось около 2000 случаев. Заболеваемость была 192,6 на 100 тысяч населения, конечно. Это очень было печально. Раньше, если вот в начале 96-х годов, 2000-х годов, у нас были проявления заболеваний первичного и вторичного, то есть с клиническими проявлениями. То есть было проявление там шанкар или розолёзное высыпание. То сейчас мы вот проанализировали со своими, значит, врачами, ведущими специалистами, с кафедрой. Сейчас немножко эпидемическая ситуация изменилась. Наряду с резким снижением увеличились количество таких скрытых форм, которые, в общем-то, ничем не проявляются. Это особенность этой эпидемии. Ну и мы провели такое исследование, что вот рекомендованные методики, реакция микропрецепитации для скрытых форм, она не так, в общем-то, результативна, информативна. Вот по нашим исследованиям только 15,6% у больных со скрытой формой. Поэтому мы пошли по такому пути, внедрили новую методику иммуноферментного анализа, чтобы всё-таки вот эти скрытые формы человек уходит и, значит, и не знает, про что заболевание. Заболевание протекает так скрыто, может привести к поражению внутренних органов, центральной нервной системы, нейросифилиса, и в конечном итоге к смертельным исходам. Поэтому мы вот на основании изменили скрининг и обследование вот на иммуноферментный анализ. Он дал такие положительные результаты, это наше исследование, что всё-таки мы стали немножко чуть больше выявлять. А репродуктивные функции организма, это как-то влияет? Может ли потом пара иметь детей? Да. После проведенного курса лечения, это противопоказание беременности, нет. У нас даже несколько случаев было, когда во время беременности, значит, обследовали женщин беременных и выявляли такое заболевание, проводились мы интенсивное такое лечение. И успешно в случае врождённого сифилиса у нас в прошлом году и последнее там пятилетие у нас не было. Ещё одно заболевание, о котором хотелось бы поговорить, это юроспопилонный человек. И давайте немножко подробнее расскажем, что это и чем опасно это заболевание. Да, вы знаете, мы, конечно, бьём тревогу. Совместно мы работаем, конечно, с нашими коллегами, это акушерными гинекологами, онкологами. Успешно мы работаем. Я хочу привести такую цифру, что у нас ежегодно где-то около 100 случаев рака шейки матки. Это, конечно, очень печально, когда у женщины выявляется такое заболевание. Поэтому самое главное – это, конечно, профилактическая направленность. Раннее выявление вот такого вируса, который… Есть разные типы вирусов. Ну, это вирус, это как вирусная инфекция, правильно? Да, и они могут передаваться и бытовым путём, и часто и половым путём. Поэтому вот у нас, конечно, совместно такая работа проводится. Но существует такое мнение и в интернете, и у населения, что эти вирусы не лечатся, они бесполезны их лечить. Я, конечно, категорически против вот этого. Мы разработали специальные такие схемы лечения, многоэтапные, конечно. Схемы лечения, которые приводят к хорошим результатам. И мы видим, что после проведенного курса этого многоэтапного лечения, трёхэтапного лечения, через три месяца мы исследования проводим повторно, и этого вируса не находим. Поэтому надо оптимистически настраиваться на это. И вирус, конечно, очень такой коварный. Вот за рубежом проводятся такие профилактические даже вакцинации. Девочек, которые до вступления в брак, до начала половой жизни, их вакцинируют. Но мы тоже используем. Есть вакцины у вас, да? Ну, они, конечно, дороговато стоят. Но, тем не менее, когда это касается вопроса здоровья, то, конечно, нужно его использовать. И успешно мы используем не только у девочек, но и учёные сказали, что можно использовать и у молодых девушек. То есть, значит, проводится эта вакцинация. Потому что есть ещё и проявление этого заболевания. На фоне, допустим, воспалительного процесса шейки, матки, эрозии, наличия вот этого вируса, конечно, повышенный риск возникновения различных предраковых заболеваний, дисплазии. А в конечном итоге может привести длительное существование к раку. Но у нас есть, мы обследуемся, вот, молодые девушки, женщины, значит, и просто находится этот вирус, но каких-то проявлений не бывает. Тогда встаёт вопрос, значит, нужно ли проводить там какие-то лечебные моменты. Ну, мы так считаем, что если проявлений нет, а вирусы насильства есть, то, ну, представляет собой опасность для полового партнёра. Вот. И обследование, конечно, регулярно посещение врача, и потом уже назначение лечения. Вот такая тактика у нас в вирусах папиллома человека. Ещё немного подробностей об этом заболевании, чтобы мы имели полную же картину, мы посмотрим в следующем сюжете. Вирусы папиллома человека – это одна из инфекций, которые могут передаваться половым путём. И не только. Различают около 60 типов. Ну, самое известное для нас папилломовирусные инфекции – это бородавки. И в жизни, конечно, многие встречались с простыми бородавками на пальцах, подошвенные бородавки, которые болезнены. Но есть папилломовирусные бородавки, которые расположены на половых органах и у женщин, и у мужчин. Они передаются половым путём, и это довольно опасно, потому что в будущем это может грозить рак шейки матки, а у мужчин – рак полового члена. Группа риска – это женщины и мужчины, чаще женщины, до 25 лет, множество половых контактов, незащищённые половые контакты. Как проявляется это заболевание? Это могут быть папилломы, они напоминают цветную капусту клинический, но для подтверждения диагноза необходимо лабораторное исследование. В разных странах по-разному, но в среднем проводят вакцинацию девочкам от 9 лет и женщинам до 26 лет. В Беларуси проводят такие методы вакцинации. Это высокая степень надёжности, но они не рассчитаны на лечение, они рассчитаны на профилактику. В некоторых странах вакцинацию против папиллома вирусной инфекции в Европе проводят также и мужчины, начиная с подросткового возраста. Любая бородавка на половых органах особенно требует обязательного посещения врача, дерматовенеролога. После клинического осмотра врач проводит лабораторное исследование. И через некоторое время, через несколько дней, когда будет получен ответ из лаборатории, врач может сказать, обнаружена папиллома вирусная инфекция или нет. Если она обнаружена, то какой тип вируса. Если высокий онкогенный риск лечения, то обязательно. Но пренебрегать этими высыпаниями и заниматься самолечением мы не рекомендуем. На ком лежит больше ответственность? То есть на мужчине, который является переносчиком, или на женщине, которая всегда должна, наверное, включать голову и понимать, что мужчина может быть переносчиком? Ответственность лежит на обоих. Все должно быть разумно. Лучше всего постоянный партнер. А если партнер не постоянный, средства защиты обязательны. Игорь Ефимович, ну, конечно же, главное, что мы должны сказать нашим телезрителям, это как избежать скрытых инфекций, заболеваний, всего, о чем мы сегодня говорили. Что нужно делать, чтобы этого с нами не случилось? Вы знаете, вот результаты нашего анкетирования показали. Мы проводили такое исследование среди молодых людей, среди студенческой молодежи. У нас тревожит раннее начало половой жизни. Поэтому мы уделяем большое внимание профилактической работе среди населения, особенно среди детей. Значит, как их обучить? Мы разные формы пробовали. Читать, выходить в коллективы, читать лекции. На дискотеках ночных мы проводили различные векторины. В общем, шли как раз туда, куда нужно, да? Да, совершенно явно. Но жизнь вот показывает, что сейчас у нас молодые люди, конечно, они совсем по-другому, так сказать, ведут себя. И у них, значит, постоянно в руках гаджет, они постоянно ищут что-то. Поэтому мы пошли по такому пути, что все-таки вот у нас сайт есть, и мы организовали такую нашу страничку для молодых подростков, тинейджеров, так сказать, чтобы, ну, вкратце, видеоролики такие, чтобы они недолгие, потому что молодые люди долго не будут смотреться, читать лекции, чтобы они знали, как защитить себя, какую опасность представляют эти заболевания. И поэтому вот работа с молодыми людьми, молодежью, конечно, они дают свои результаты, но вот результаты снижения этой заболеваемости. Мы даже использовали такие, ну, вот такие формы необычные, вот когда у нас студенческие студенты на кафедре дерматологии, которые хотят в последствии быть дерматренирологами, они, вот, значит, тоже им обучают студенту, как бы волонтерами являются в студенческой среде, а раны обучают равного. Потому что люди, ну, вот когда напутствует, им кто-то говорит, там, старшие люди, они как-то не воспринимают эту информацию. А когда побеседуют вот с равными, как говорят, со студентами, вот в частности в студенческой среде, то, значит, совсем по-другому относятся к этой информации. То есть у нас вот работа профилактическая. Информации, максимум информации для всех людей. Да, максимум, да, различные формы. Мы вот на вашем сайте, мобильное приложение есть, то есть, пожалуйста, можно выйти на наш сайт, и там у нас есть вся информация на горячей линии, можно телеконсультацию даже сделать человеку. То есть все это анонимно. Но назначаем, какие еще работы? Прежде всего, значит, профилактическая работа, то есть с единостью. Мы говорим о том, чтобы все-таки не было таких случайных половых контактов. Вот я уже говорил, когда множественные половые партнеры меняются, молодежи, это тоже приводит, ну, конечно, к средству индивидуальной защиты. Но самое главное, что, конечно, поступая в половой контакт, необходимо проверить состояние здоровья свое, и полового партнера, и, конечно, использовать средства барьерной защиты. Это презерватив. Хотя в последнее время существуют такие ученые исследования, что якобы и презерватив не очень защищает от такой ВИЧ, допустим, инфекции. Поэтому, конечно, необходимо правильно себя вести. Это самое главное, конечно, иметь одного партнера и не вступать в связи. Культуру поведения. Да, культуру нашего поведения. Я хотела спросить, куда можно обратиться? В Витебске и в области? Да, в Витебске у нас есть на Герцена 6А, у нас анонимная, он называется, раньше был кабинет, сейчас он расширился, отделение анонимной диагностики инфекций, передаваемых половым путем. Где, пожалуйста, можно, у нас круг работает он с 9 до 6 часов, без перерыва, ну, перерыв на обед существует. У нас предварительная запись по электронной почте, у нас администратор введен должность такая, кассир можно рассчитаться. Все это, так сказать, анонимно. И назначить лечение, здесь же провести курс лечения. Поэтому, вот, чтобы, ну, где-то, так сказать, не лечились, самолечением и занимались, или теневой венерологией, мы поставили, конечно, заслон. Мало таких случаев, но встречаются люди, которые, да, принимали таблеточки по рекомендации, там, интернет или еще кого-то. А нужно пойти к настоящему врачу, в настоящее учреждение. Виктор Викторович, спасибо огромное за ваши рекомендации. Желаем вам успехов в работе и, конечно же, крепкого здоровья вашему коллективу. Спасибо большое. Спасибо огромное. Здоровья и бережного отношения к себе мы желаем и всем вам, уважаемые телезрители. О том, как избежать многих заболеваний, о том, куда обращаться, если возникла необходимость, мы продолжим рассказывать в следующих выпусках проекта «Живи и здравствуй». Субтитры подогнал «Симон»